Информационные итоги дня подводим на телеканале Санкт-Петербург, в студии Александра Вараксина и Дмитрий Волотин. Добрый вечер. Итак, начинаем. Инфраструктурное преображение, о чем просят губернатора жителей Петербурга. Александр Беглов провел прием граждан. Как начать карьеру в сфере науки? На петербургском стенде в Москве посетители знакомят с перспективами образования в северной столице. Сколько нужно городу продуктовых магазинов и кто будет оплачивать экскурсии для студентов колледжа? Расскажем о главных темах заседания законодательного собрания. Назад в 43-й на финляндском вокзале сегодня показали реконструкцию прибытия поезда с продуктами в осажденный город. Как и 81 год назад его торжественно встречали по звуке оркестра. Личный прием граждан правил губернатор Александр Беглов по поручению президента Владимира Путина. Обращения касались вопросов здравоохранения, благоустройства придомовых территорий, в том числе освещения и безопасности детей. С какими предложениями обратились к главе города, знает Мария Марченко. Елена Новик регулярно проходит лечение в гериатрическом центре на набережной реки Фонтанке. Учреждение уникальное, оказывает специализированную медицинскую помощь пожилым, причем не только в стационаре, но и на дому. Система «Тревожная кнопка» обеспечивает круглосуточную связь с диспетчером в экстренных ситуациях. Проблемы в центре есть с пассажирским лифтом. Он отслужил свой срок и требует замены. Глава города поручил выполнить работы в кратчайшие сроки. До 1 сентября все работы были выполнены, не нарушая работы непосредственно самого лечебного учреждения. Потому что важно, чтобы не разворотились, ничего надо сделать аккуратненько, хорошо, предупредить всех, что будет замена. Елена Новик поблагодарила губернатора за внимание, а еще за отличную организацию празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Для пожилой женщины и ее семьи это особенное событие. Для меня, как представителя семьи, уже 5 поколений живущих в этом городе, это очень такой памятный день, который отмечался очень широко и везде причем отмечался. Начиная от школ и детских садов, кстати, мои внуки участвовали в празднике, потом ходили возлагать цветы к памятнику блокадным детям в Таврическом саду. Честь и хвала организаторам. Представитель футбольного клуба ветеранов Михаил Казанский обратился с просьбой открыть хоккейную коробку на стадионе Московский. В спорткомплексе уже работают секции баскетбола, волейбола, оздоровительной гимнастики, танцев, скандинавской ходьбы. Мы надеемся, что дети наши, вместо того, чтобы сидеть в гаджетах, будут заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В Центре реабилитации инвалидов Центрального района уже в апреле установят интерактивный стол для занятий с логопедом, психологом и педагогом. Такое решение принял губернатор после обращения родителей одного из воспитанников. Не хватает в Центре современного оборудования, которое позволяет взаимодействовать интерактивно, в игровой форме, использовать какие-то современные методики. У Центра не было возможности закупить такое оборудование. И вот решили обратиться с просьбой выделить средства на закупку, чтобы дети могли заниматься. В Стрельне станет светлее. Вера Дейкина обратилась к главе города с просьбой установить фонари на детской площадке в сквере Юрия Инге. Губернатор поручил подойти к решению проблемы комплексно, благоустроить эту территорию. Все детские площадки, все спортивные площадки должны быть освещены, чтобы не было страшно. Заодно, раз мы уже на этот адрес заходим, то сделайте его в комплексе, чтобы туда больше уже было не возвращаться. Один раз сделали и все. И люди довольны, радуются. Еще один вопрос касался установки светофора на пересечении проспекта Науки и улицы Академика Константинова. Рядом находятся пять детских садов, три школы и другие социальные объекты. Иногда дети передвигаются от школы до кружков самостоятельно. И вот именно вот этот перекресток, он помогает нашим детям сократить время, чтобы везде успеть. Но, к сожалению, из-за того, что он не оснащен светофором, это достаточно небезопасно. Александр Беглов поручил установить светофор к 25 августа, чтобы в новом учебном году дети переходили дорогу, не опасаясь автомобилей. А вот библиотеку имени Ольги Бергольц на улице Седова откроют уже 16 мая, в день рождения музы осажденного Ленинграда. Сейчас в здании идет капремонт. Губернатор попросил сделать учреждение современным и в то же время в дизайне отразить личность великой поэтессы. Мария Марченко, Евгений Борисов, Артур Хабибов, Алексей Кривощоков, Евгений Винокоров. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Памятник поэту Николаю Гумилеву будет установлен в Кронштадте. Решение об этом сегодня приняли на заседании градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга. Конкурс на лучший проект был проведен в 2021 году. Из 30 представленных вариантов абсолютным фаворитом стала работа Екатерины Пильниковой. Как отметили эксперты, памятник с гранитой и бронзой корректно вписывается в пространство бульвара, который расположен вдоль улицы Комсомола. При этом масштаб композиции продиктован окружающей застройкой и элементами благоустройства. Как привлечь людей с ограниченными возможностями к общественной жизни города и кто оплатит культурно-познавательные экскурсии для студентов колледжей и техникумов? Ряд социально значимых вопросов обсудили сегодня на заседании законодательного собрания. В том числе парламентарии говорили о поддержке семей участников специальной военной операции. Если в данном законопроекте вопросов не возникло, то количество продуктовых магазинов на душу населения еще предстоит внести соответствующие поправки. Александр Буренин расскажет. Если вешать, то в граммах, а если торговать, то теперь не в метрах, а в штуках. Петербургские депутаты одобрили изменение правил по определению необходимости в том или ином районе торговых точек. То есть теперь будут считать не исходя из общих квадратных метров, а из количества продуктовых и иных магазинов на 10 тысяч человек в этом районе. Сегодня, несмотря на цифры статистики, определенная нехватка магазинов ощущается в центральных районах и даже на окраинах. Раньше мог огромный торговый центр за счет большого метража формально обеспечивать этот самый норматив. А сейчас, когда у нас закреплено количество, также можно делать много точек, например, маленьких, небольших, хотя формально они посчитаны. И мы считаем, что жители обеспечены, например, торговыми центрами. Тут нужно соблюсти баланс. При этом депутаты уверены, если бизнес по той или иной причине игнорирует конкретный район, то делает это осознанно. Значит, там есть проблемы с инфраструктурой, и поэтому предпринимателей нужно мотивировать. Если мы говорим о малом именно бизнесе и небольших магазинах, которые имеют свои преимущества по сравнению с торговыми сетями, определенные действительно преференции, либо налоговые, либо, может быть, по арендной плате. Ну, такого плана. И вообще нужно поддерживать и отечественного производителя, и своего. Обсудили сегодня на заседании новые меры поддержки семьям участников специальной военной операции. При определении потребности в дополнительных выплатах решено не учитывать доход главы семьи. Если существует хоть какая-то возможность еще раз увеличить поддержку наших ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции, их семей, в том числе очень важный момент, то, что не учитывается зарплата непосредственно ребят, которые находятся на передовой, потому что мы понимаем, что сумма достаточно большая, она просто не позволит получить выплаты. Одобрили сегодня депутаты и законопроект, касающийся бесплатных экскурсий для студентов среднеспециальных учебных заведений. Депутаты уверены, необходимо сделать экскурсионную программу идентичную школьной. Как-то вот государство думает, что это ребята уже самостоятельные, более самостоятельные. Стратанули взрослые уже чуть раньше. Ну, и поэтому, наверное, сами найдут себе силы как-то свой досуг скрасить. Мы считаем, что это пробел. Они одного возраста, они абсолютные ровесники. А по окончанию заседания в ротонде Мариинского дворца прошла церемония подписания документа о сотрудничестве между Петербургским парламентом и Херсонской областной думой. Александр Буренин, Юрий Соколовский, Дмитрий Баландин, Олег Христов, Телеканал Санкт-Петербург. Более 20 фотографий о жизни Херсонской области в Мариинском дворце представили выставку спецпредставителя губернатора Петербурга по работе с новыми регионами Александра Малькевича. На кадрах живая история. Это и самые трагичные дни боев и этап российского восстановления. По словам специалистов, именно такие снимки можно считать настоящей фото-журналистикой. Подводный беспилотник с искусственным интеллектом создали инженеры Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит». Новый аппарат засекречен, поэтому его демонстрация невозможна. Однако конструкторы поделились изображениями моделей, немного рассказали о возможностях. Применение искусственного интеллекта позволит быстро перенастраивать машину под определенные задачи в зависимости от того, что установлено на борту. Позволяет нам в кратчайшие сроки автоматизировать определенные процессы, направленные на распознавание объектов. Данный проект направлен на апробацию технологий искусственного интеллекта и технологий, связанных с машинным обучением. Благодаря современным технологиям беспилотнику нужно минимум информации об объекте, чтобы распознать его. Кроме того, робот будет также отслеживать состояние оператора, который управляет машиной. Пригодится беспилотнику в качестве патрулирующего морского аппарата с полезной нагрузкой, как машина для осмотра подводного объекта и как средство доставки под водой различного оборудования. Инженеры уже работают над тем, чтобы подводного робота можно было доставить до точки назначения с помощью беспилотного летательного аппарата и спустить на парашюте. Какие образовательные услуги готовы предложить будущим абитуриентам «Северная столица» и как рассчитать баллы для поступления в УЗГорода? На стенде Петербурга в Москве появился калькулятор ЕГЭ. Ведя свои результаты, будущий студент узнает, куда сможет поступить. На ВДНХ продолжается научная неделя. Посетители знакомят с перспективами образования в городе на Неве и, конечно, наглядно демонстрируют достижения города. Александр Громов расскажет. Яркий шпиль Адмиралтейства, струящийся в пол, волны Невы – это красота по-петербургски. Цветы – это олицетворение парков, садов, нашей природы, меандрики, это архитектура. Оригинальный костюм, плод творения, ландшафтных дизайнеров, умение грамотно благоустроить – тоже наука. Не обязательно иметь дорогой материал. Мы учим из самых простых материалов делать красоту. Мы стараемся не просто так дать название композиции, а чтобы обучающийся, ну, как-то вот проникнулся и дал название, которое характеризует, ну, как будто она живая. На мастер-классе под управлением специалистов стенд Петербурга превращается в пеструю клумбу. Я сама удивлена. Такая прекрасная композиция. Как она называется, композиция? Как бы назвали? Я думаю, такая зимняя свежесть пусть будет. Красноярская. Да, красноярская зимняя суровая свежесть. Мне досталась довольно сложная ваза, она постоянно шаталась, но это даже в помощь было. Мне так случайно получилось, но вроде бы красиво, мне нравится. Как бы вы назвали эту композицию? Летний вечер. Петербург притягивает, манит, глядя на развод макета Дворцова. Моста зрители мечтают приехать в город хотя бы туристами. Шанс остаться жить здесь есть у абитуриентов. Портал наук и образования в Санкт-Петербурге расскажет все о вузах северной столицы. Здесь на данном портале можно ознакомиться с образовательными программами Санкт-Петербурга, с вузами, которые там представлены. Можно воспользоваться калькулятором ЕГЭ и рассчитать баллы для поступления, посмотреть возможные варианты. Также на сайте выкладывают актуальные вакансии в сфере образования. Калькулятор ЕГЭ работает предельно просто. Выбираем предмет, баллы по ЕГЭ, которые получили за экзамен, суммируем. Знание математики не обязательно. Компьютер посчитает все сам. И вот уже в качестве ответа список высших учебных заведений, куда можно поступить с таким результатом. Из Москвы в Константиновский дворец за секунды переносит разработка петербургских моушн-дизайнеров. Сидя в очках виртуальной реальности, гости увлеченно гуляют с правителями России. Это не просто экскурсия, где экскурсовод академическим текстом рассказывает довольно-таки скучную экскурсию. Здесь вы можете видеть экскурсию, дополненную моушн-дизайном. То есть вы можете увидеть императоров, вы можете увидеть, как менялся дворец. Про дедушку лент в социальных сетях на стенде Петербурга показывают уникальный коронационный альбом Елизаветы Петровны. Тут подробная фиксация с иллюстрациями торжественной церемонии. Это рукопись, которая принадлежала самой Елизавете Петровне, которая хранится в нашем архиве. Почему это важно? А потому что она не опубликована. Весь цеременал коронации русских императриц и императоров в этой рукописи. На выставке «Россия» представлена вся летопись петербургской науки. От стопошагающей машины по Фнутия Чебышева до современных роботов. Завтра на стенде Северной столицы отметят трехсотлетие СПБГУ. Колыбели многих изобретений. Александр Громов, Петр Григорьев, Анна Терещука и Сергей Мишонков. Новости телеканал «Санкт-Петербург» из Москвы. На Финляндском вокзале сегодня реконструировали события 1943 года, когда в осажденный город с большой земли прибыл первый поезд с продуктами. Как и 81 год назад, сегодня на перроне играл оркестр, а состав встречали ликующие жители. Участок железной дороги длиной в 33 километра проложили за рекордные 17 дней. Сегодня в память о событии. Тематический состав, в котором каждый из вагонов стал путеводителем по истории блокадного города, отправился в рейс на станцию Ладожское озеро, где в годы войны началась знаменитая дорога жизни. Светлана Бахчеванжи погрузилась в атмосферу. Во главе локомотив производства 1929 года. Тот самый, что приехал в Ленинград в феврале 43-го. За ним вагоны времен Великой Отечественной войны. Тот самый первый поезд был куда длиннее. Тогда на перрон прибыли 40 вагонов, доверху загруженных ящиками со сливочным маслом, вкус которого ленинградцы уже успели забыть. 800 тонн груза сразу же развезли по госпиталям, заводам и детским садам. Долгожданное продовольствие позволило выжить тысячам людей. Но самое главное, этот поезд подарил изможденным ленинградцам надежду на победу. Вот эти исторические кадры. Поезд спешит в голодный город. Железную дорогу у поляны Шлиссельбург, которая связала Ленинград с большой землей, начали строить сразу после прорыва блокады. Путь длиной в 33 километра проложили за рекордные 17 дней. Для железнодорожников это словно второй профессиональный праздник. И у дороги Победы, как ее прозвали ленинградцы, у них есть другое название. В народе говорят, это поезд Победы, но железнодорожники и те потомки железнодорожников, тех железнодорожников, говорят, как поезд смерти. Потому что каждый третий железнодорожник, который обеспечивал связь с большой землей, осажденный Ленинград, не вернулся с работы домой. В память об этом событии сегодня петербуржцам показали новый пригородный электропоезд «Ласточка». В современных вагонах архивные фотографии и хроника осажденного города. Тематический состав осмотрел вице-губернатор Кирилл Поляков. Новая электричка теперь будет курсировать по туристическим маршрутам. Мы с российскими железными дорогами разработали концепцию развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Сейчас активно реализовываем, в том числе и в части развития пассажирского движения. У нас было запущено уже три маршрута тактового движения. Мы в этом году планируем запустить еще два. Под военные песни тематический поезд отправляется в свой первый рейс на станцию «Ладожское озеро». Его пассажиры – школьники, студенты и жители блокадного Ленинграда. Сегодня вообще очень приятно мне сейчас здесь присутствовать. Я был здесь раньше, уже когда после войны. Но хочу посмотреть еще раз. С февраля 43-го в город стали регулярно завозить продукты. Норму хлеба увеличили вдвое. По карточкам жители стали получать также крупы и мясо. 75% грузов были доставлены в город именно по дороге победы. Значительно стало легче, потому что мы почувствовали оптимизм, что люди поняли, что это начало победы и все воскресли. На конечные гостей встречает паровоз «Эш-4375» под именем «Комсомолец». Ему без малого век он уже давно стал памятником, а когда-то тянул составы в блокадный город. Сегодня к его подножию легли цветы. Локомотив установлен на станции «Ладожское озеро». Именно здесь соединяются две важные линии Ленинграда. Дорога жизни, которая шла по водной глади Ладожского озера, и дороги победы, которая спасла от голодной участи сотни тысяч ленинградцев. Светлана Бахтюнжи, Адрес Передонов и Оксана Бушмелева. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Дирижерский пульт. Партитура с пометками и кадры хроники с дополненной реальности. В Шереметьевском дворце представили интерактивную выставку, посвященную маэстро Евгению Мравинскому. У музейных витрин разместили QR-коды. Теперь десятки экспонатов оживают на глазах у посетителей. Достаточно использовать мобильный телефон. Так, подлинный концертный костюм расскажет о профессии дирижера, о портретной галереи, о жизни и творчестве знаменитого мастера. В дополненной реальности есть и эксклюзивные материалы, редкие видеоинтервью Мравинского и артистов его оркестра. Записи концертов и репетиций. Это множество музыкальных произведений и воспоминаний, отзывов, как современников Мравинского, так и наших современников. В частности, концертмейстер, первая скрипка, как говорят, филармонического оркестра нашего заслуженного коллектива России, Льва Колычкова, который, будучи еще студентом, был приглашен работать в оркестр Мравинского. Мир классической музыки, такой сложный для понимания современного человека, начнет раскрываться перед ними постепенно. И вот эти технологии позволяют не отпугнуть потенциального современного слушателя. Выставка станет частью постоянной экспозиции музея. Добавлю, в минувшем году исполнилось 120 лет со дня рождения Евгения Мравинского. Долгое время он возглавлял симфонический оркестр Ленинградской филармонии, расширял репертуар, виртуозно интерпретировал классику первым, исполнял симфонии Шостаковича. С композитором их связывали тесные профессиональные и дружеские отношения. Мравинского называли «властелином оркестра». Неравнодушные петербуржцы помогли обрести дом уткам, которые обитают в уткиной заводе. Девять деревянных домиков построили прямо на берегу реки. В каждом жилище смогут разместиться как минимум пары пернатых. Эта новость уже распространилась по соцсетям. Большинство пользователей одобряют инициативу и отмечают, что теперь птицы всегда смогут укрыться от непогоды. Ну а кто-то даже изъявил желание построить аналогичные домики и в других местах. Кинотеатр Курортный готовится отметить круглую дату. К 50-летию историческое здание заметно преобразилось. В целом атмосфера кинотеатра больше напоминает театральную, что притягивает еще больше посетителей. Капитальный ремонт провели на цокольном этаже. Там появилось фойе, также обновили гардеробную зону. В малом зале полностью заменили цифровое оборудование, экран и также сделали комфортную зону отдыха. Работу провели в рамках нацпроекта «Культура». Обновленное кино за кулисью увидела Мария Гончарова. Серые люди безмолвно кричат, молча смеются, бесшумно ходят. Так Максим Горький отозвался о первом в России киносеансе. В конце 19 века братья Люмьер презентовали публике серию черно-белых немых фильмов. Прибытие поезда шокировало зрителей. Некоторые вставали со своих мест, опасаясь надвигающегося паровоза. Спустя 12 лет на экраны вышел и первый отечественный фильм. Кино под названием «Понизовая вольница» по мотивам народной песни о Степане Разине. С тех пор все изменилось кардинальным образом. И художественные приемы, и темы, и сама техника. Вот так выглядит сердце кинотеатра. Аппаратное. Здесь находится все необходимое оборудование, в том числе проектор. К слову, размер файла, который показывают на большом экране, составляет примерно 200 гигабайт. Фильм загружают заранее. Вес все-таки внушительный. Настроить технику, вовремя выключить свет и запустить кино. Ответственная задача лежит на плечах Екатерины Милосердовой. В кинотеатре курортного района она трудится не так давно. Наскучила работа в офисе, а здесь, признается, каждый день полон открытий. Ты сидишь как главный. То есть ты правишь балом. Людям даришь что-то новое, потому что кино всегда открывает какие-то новые грани в нас всех. А Евгений Волков – старожил кинотеатра. 46 лет оформляет афиши. По профессии он учитель рисования, но всегда хотел быть ближе к киноиндустрии. Тогда в 80-е баннеры рисовали вручную. Сегодня творит не кистью, а перед экраном монитора. Но от этого менее творческим процесс не стал. Наоборот, техника экономит время. Раньше на одну работу требовалось около суток. Обычные фанерные щиты грунтовались водоэмульсионной краской. Рисовали гуашью с клеем. Кинозал больше напоминает театральный. И зрители признаются, что ценят эту особую атмосферу. Мы приходим со своими знакомыми, с семьями, с детишками. То есть сейчас же фильмы делаются какие наши современные. Просмотры семейные. И мы с удовольствием ходим. В прошлом году помещения кинотеатра преобразились. Городские власти выделили средства на ремонт. Удалось привести в порядок фойе и вентиляцию, оборудовать зону отдыха и обновить технику. Также, если необходимо, большой зал легко трансформируется в концертную площадку. У нас здесь проходят все памятные торжественные праздники, которые общенациональные. В целом, где-то у нас 25 концертов в течение года происходят. Кинотеатр в курортном районе в этом году отметит юбилей. 50 лет. Мария Гончарова, Антон Овчаренко, Петр Калядин. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. Ну а прямо сейчас за погодей. Завтра в Петербурге переменная облачность. Днем минус 13-15 градусов и без существенных осадков. Ночью небольшой снег и похолодает до минус 21. Атмосферное давление будет повышаться. Субтитры подогнал «Симон»! Настало время повышать нашу степень защиты. И в этом нам поможет Елена Болдышева. Добрый вечер, Лена. Добрый вечер. 10 минут криминальной хроники на телеканале Санкт-Петербург.